Прямо сейчас мы находимся в поселке Глебовский на стадионе Глебовец и совсем скоро футболисты сборной Франции по футболу проведут открытую тренировку. Вечер обыщает быть интересным. Правда, открытая тренировка только номинально. За два часа до ее начала у входа к стадиону выстроилась большая очередь. Пускали только по пригласительным билетам. А они закончились задолго до начала тренировки. Их вручили детям, которые занимаются в округе футболом. По неофициальной информации, проходящие мимо люди были готовы купить пригласительный билет с рук за несколько тысяч рублей. Ажиотаж невероятный. Ну а те, кому удалось попасть на стадион, точно не пожалели. Ощущения прям вообще супер, прям эмоции валят. Кроме наших, за кого болеть? Франция. Франция? Германия. Бразилия. Как думаете, кто это играет? Стройка попадает, которую может выиграть чемпионат мира. Это Бразилия, Франция и Германия. Отдельного внимания заслуживает сам стадион. Его, вопреки всем слухам и опасениям, успели достроить. И сейчас он выглядит безупречно. Ровно так, как и должен выглядеть тренировочный стадион на чемпионате мира по футболу. Хорошее поле, хорошая погода. Вышло солнце, когда нам началась тренировка. И я думаю, что и болельщики, и сами спортсмены были довольны тем, как их принимают и на каком поле они тренируются. Нервозное ожидание и, наконец, французы выходят на поле. На одних воротах тренируют вратарей, на других – небольшой тренировочный матч сборной Франции. Зрители наблюдали его как настоящий, восторгаясь игрой именитых спортсменов. Кстати, французов на Глебовке было много. Для них выделили целую трибуну. Болельщики приехали в городской округ поддержать сборную и делают это даже на тренировке. С ними рядом были истринские волонтеры. Они поддерживали их настроение и служили переводчиками на языке жестов. Я смотрю, вы влелись в команду французов. Как вам вообще настроение, как ощущения? Отличное настроение. Нам нравятся эти болельщики. У них прям заряд эмоций. Вообще супер просто. Нашли общий язык? Да, мы уже как свои. Мне кажется, мы понимаем друг друга просто без слова-словом. Какие трудности у вас, как у волонтеров, вообще могут возникнуть? Как вы считаете? Ну, на данный момент это трудности с языком, как бы. Но языком жестов все равно друг друга понимаем, все разговариваем, пытаемся. Do you know some Russian words? Я знаю русский, да? Проблемы все. Спокойно разговариваю. Полностью вот и до. А французский? А французский только марселезу и кричалки. В целом, все посетители остались довольны открытой тренировкой, несмотря на дождливую погоду, долгую очередь и томительные ожидания. Следующая открытая тренировка в городском округе пройдет уже завтра, 14 июня. В Дедовске на стадионе Гучкова у тех счастливчиков, что получили пригласительные билеты, будет возможность воочию увидеть игру сборной Бельгии по футболу. Максим Рыков, Михаил Моралов, Истра РФ